Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Я надеюсь вы помните, да, что сегодня, вот именно в этот день, к нам придет змей и мы сделаем ему заказ, для того, чтобы он смог выкрасть амулет, который нам нужен. Но я думаю, что он, наверное, тоже нас попросит что-то сделать. И если он попросит, то нам придется еще целую неделю ждать, если мы не успеем за этот день выполнить его просьбу. Ладно, хорошо, что у нас здесь происходит? Да ничего, ребят, пока не происходит. Я хотел тут навести порядок в своих вот этих вот ящиках. Начал вроде бы потихоньку, но тут столько всего. Это взять, туда отнести, здесь добавить. Это, короче, целая волокита. Это можно целый день на это потратить, чтобы навести тут порядок. Давай посмотрим, у меня тут что-нибудь приготовилось хотя бы? Ничегошеньки. Нет, я что-то прихватил там, по-моему, да? По-моему, пиваски я сейчас только что взял. Так, медовуха у меня была, да? Я кружку пива успел урвать. Она сделалась. Так, а заказать я что-нибудь могу здесь хорошенького себе? Нет, абсолютно ничего. Даже... Даже брашки никакой не могу сделать. Хорошо, ребята. Так, змей у нас находится как раз здесь, в подвале. Нам нужно пойти и дождаться его. Так, если я не ошибаюсь, он должен быть у нас вот здесь. Нет, не здесь. Он должен быть находиться у нас вот тут. Сюда он обычно ходит. В данный момент я его не вижу. Да, его пока здесь нет. Но он вот... А, нет, вот он, ребята, стоит на месте. Поговорить. Так, попросить его украсть амулет. Но... Змей, прежде всего спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Не пытайтесь льстить мне. Это выглядит жалко. Чего надо? Мне нужно, чтобы ты выкрал амулет у хранителя маяка. Ты согласен? Сейчас неподходящее время. Я только что сытно поел. Медленные рефлексы и все такое. Хотя сделаю, если ты мне поможешь. Деньгами? Мои культисты уже месяц не могут поймать и утопить в реке какого-нибудь инквизитора. Похоже, у них недостаток мотивации. Устройка для них в своей таверне крысиные бега. Да ну хорош, ты что, серьезно что ли? Организовать в таверне крысиные бега. Твою же налево. Так, ребят, давай быстренько попробуем сбегать к себе в таверну и посмотреть, что для этого нужно. У нас пока две звездочки. Так, крысиные бега. Сколько нужно? Чего там? А ну-ка. Постой. Стол нужно. Блин, стол это значит брус, гвозди и сложные колбы. Стол, брусья и... Какой, блин, стол? Какой стол? Какой стол, елки-палки, я тебя спрашиваю? Брус, гвозди и колбы. Брус, гвозди и колбы. Успеть бы, елки-палки. Мотивации не хватает ему. А мне хватает, что ли, бегать туда-сюда? Так, значит, гвозди, брус, колбы. Ведь из головы сейчас вылетит все. Вот, вылетит и все. Думаю сейчас о другом, ребята. Об Kingdom Rush Origin. Что-то он в голове висит. Все, хочу его начать проходить. Ладно, надеюсь, мы успеем с вами. Какими трупами какими-то пошел, непонятными. Елки-палки, хорошо, что день пока начался. Но он, ребята, очень быстро может закончиться. Значит, гвозди, брус и колбы. Куда ты пошел, елки-палки? Это же не твой дом. Там у нас находится этот... Мельник. Именно мельник. Так, и телепорт. Он так долго откатывается. Я раньше думал, ребят, если у меня будет два камня телепортации, да? Опять не сюда иду. То мы с вами можем использовать. Нет. Хоть у тебя 10 камней, все равно телепортация только одна. Откат будет просто у 10 камней сразу же. Так, ну что? Я надеюсь, даже если до елки-палки, я успею, даже если сделать крысиные бега, я не успею вернуться к этому. Так, ладно, брус. Где-то брус должен быть здесь у меня. Так, колбы сложные, да? Возьмем. Да ладно, фиг с ним. Пускай столько будет. Так, мне нужен брус и гвозди. Ну, открывай. Брус. Вот брус. Гвозди. С гвоздями что, проблема, что ли у меня с гвоздями? Елки-палки. Не может быть такого. Необычные какие-то кровавые гвозди. Мне не нужны они. Так, 51 штука. Есть. Отлично, ребят. Нет, подожди. Это я заберу. Давай. Какой там быстренько? Он еще на откате. Я думал, что, ребят, могу его использовать. Ну, вот смотри, что получится сейчас. Получится. Я сейчас приду. Пока сделаю, да? Потом мне нужно будет прибежать еще обратно. Ну, я надеюсь, что все-таки успеем. Хотя уж больно быстро у нас летит время. А целую неделю мне не охота ждать. Естественно, ребят. Я тогда сделаю это все дело на паузе. Буду работать. Буду спать. И день будет пролетать у нас быстро. Ну, это сколько мне придется дел переделать. Ух. Ну, давай ты. Ну, быстрее. Быстрее. Надеюсь, этот, как его, змей не нытик и пойдет поздно ночью домой к себе. Куда он там? Куда он там вообще ходит? Я не знаю. Делать ему тут мотивацию для ивонных парней. Не могут они ведь или утопить там ни одного инквизитора. Их по ночнику сколько там ходит, да? Вдоль и поперек. Бери любого и делай с ним, что хочешь. Так, ребят, я вроде бы подошел, подоспел. Где таверна? Елки-палки, таверна. Вот она, таверночка моя. Успеть бы, успеть бы только. Давай сразу быстренько с тобой сделаем. Так. Стол. Что такое? А, я сделал, да? Я сделал, ребята. Ведь сделал же. Вот он. Вот он, стол. Ребят, у меня... О, есть. Использовать, конечно же. Куда мне нужно идти-то? В милый дом. Да, в милый дом. Через подвал мы с вами сейчас должны успеть. Я надеюсь на это, что мы успеем все-таки. Ночь уже на дворе. Ночь на дворе. Парень, ты, главное, стой. Дождись меня. Я уже рядом. Я уже рядом. А он уже пошел. Твою же налево. Ты занят. Я столько сделал. Упыртые такие. Да, ребята? Ну что? Придется целую неделю ждать теперь. Целую неделю ждать, когда он прибудет. И согласится выкрасть для меня амулет. Так, у нас... У нас, ребята, Шармель вот в этот день, да? Будет выступать. У нас, кстати, есть шанс добыть немножко алкоголя. Сделать там три звезды. И устроить пение Шармеля в нашей таверне. Да? Я думаю, что это будет оптимальненький вариант для нас с вами. Заодно сделаем как бы еще одно задание. А может быть, даже повысим репутацию. Но я думаю, что можно пойти, например, нарвать яблочек, да? Я надеюсь, они созрели там у меня. Вот, яблоки созрели. Сейчас поставим с вами брашку. И потом заодно, ребята, я покемарю. Да? Пару денечков. И пойдем посмотрим, хватит ли у нас репутации. Три звезды для того, чтобы Шармель позвать к себе петь. Ну, хорошо. Так, яблочек мы нарвали. Пойдемте сейчас быстренько с вами замутим какую-нибудь брашку. Ну, и все будет у нас тип-топ. Так, давай-ка сделаем это дело. Ну, конечно, этот меня подвел, да? Змей. Как же... Если бы, ребята, я знал, что так нужно, какой-то там стол, да? Для крысиных бегов. Конечно бы, я бы заранее какие-нибудь вещи туда перенес. И мы бы с вами просто налегке бы сделали все. Так, ну, давай-давай-давай-давай. Отлично, все, да? Так, куда у нас ведро яблочной браги? По-моему, сюда, да? Угу. Так, отлично. Пять бутылочек. Так, мы с вами подобрали бутылку крепкого алкоголя. И я могу здесь сделать еще пиваса. Вот так вот. Почему-то только, ребята, по 10 кружек я делаю. Я не могу заказать офигенную партию. Этот у меня тут в органе. Так, куда ты пиво-то, парень, складируешь? Ты мне вот объясни. Где оно? Я его здесь не вижу. Не ощущаю просто никакого здесь пиваса. Так, у нас ягодная брага. Ага, вижу кружку пива. Даже 10 кружек. Так, обсидиант, ребята, я в свое время проверил. Ничего хорошего он мне не дал, кроме рецепта. А рецепт этот я не могу никак применить. Я не знаю, для чего он мне вообще нужен. Так, колбы я выкладываю. Гвозди, пожалуй... Да, пожалуй, тоже выложу. Хотя, прикинь, они мне потом понадобятся. Он мне скажет еще что-нибудь там сделать. И побежим мы с вами туда-сюда опять. Сломя голову. И не успеем, конечно же. Так, ну что? Точно в этот день у нас Шармель поет? Давай-ка лишний раз убедимся. Так, Шармель. Да, именно в этот день. То есть у нас еще будет впереди с вами молитва. Да, мы можем помолиться, заработать немножко веры, немножко денег. А сейчас я хочу слетать и проверить. И проверить, что же нам все-таки дают эти крысиные бега. И могу ли я вообще как-то ими воспользоваться? Нет. Никак. Они сами по себе здесь стоят, ребят. Так, стол я тоже не могу сделать, да? И бочку, конечно же, тоже. А, так что бы еще крысиные бега нужно сделать? Ёлки-то и палки. Ребят, стол-то я сделал. Так что побежали мы тогда с вами. Мы с вами побежали за листовками. Вот что я тебе хочу сказать. Короче, нам нужны листовки. И потом еще нужно ждать, когда у нас появятся три звезды. То есть до Шармеля, чувствую, вообще дело не дойдет. Давай выкладывать крепкий алкоголь, пиво, медовуху и еще пиво. Все, ребят, почесал я, короче, до дому. Брать эти листовки и проводить крысиные бега. Слушай, а может быть, если мы сейчас сделаем все это дело, может быть, змей не надо будет нам ждать неделю, а просто где-нибудь появится. Даже в той же самой таверне скажет. Хорошо, парень, я согласен украсть для тебя амулет. Скажи, кто? И я сделаю это за пару сек. Я надеюсь, что именно так и произойдет. Ну, неделю ждать, но это слишком жестко, согласись. Так, бухишку подобрали. Листовки у меня, по-моему, находятся здесь где-то. Я целый ворох этих листовок надел на всякий случай, потому что я знал, что нам надо будет и Шармельку звать, и так далее, и тому подобное. А вот только найти бы мне их сейчас. Опять же, тут у меня бардак, как видите, в доме. И листовки, получается, у меня находятся в каком-то ящике. Я надеюсь, что не в этих ящиках. Давай с тобой проверим каждый ящик. Я вижу, у меня бумага здесь. Целый гербарий из всяких листиков и так далее, и тому подобное. В любом случае, этот день мне не интересует. Вот этот вот с луной, он для меня никакой ценности не представляет. Даже если я сейчас не найду этих листовок. Найду. Я нашел их. Ну что, телепортнемся? Нет, телепортнуться. Как же долго, ребята, телепорт вот откатывается. Я уже сколько раз говорил. Я не знаю, вот разработчики могли бы сюда... Ну, ездит у нас этот осел, да? Привозит трупы. Ну, почему я не могу, например, за дополнительную плату просто садиться на него и вез бы он меня? Нет, вот все время надо ходить. Хотя я быстрее хожу, чем этот осел. Ну, велосипед какой-нибудь сюда бы ввели. Видите ли, зомби я могу реанимировать, да? А велосипед сделать здесь не могу. Или какую-нибудь там тачанку, елки-палки. Тут даже уже машина будущего, елки-палки, есть. Ладно, пойдемте сделаем с вами крысиный бега. Хотя, на самом деле, мне бы с руки было бы Шармель позвать. Все-таки репутация таверны моей. А я так и думал, что вокруг этой таверны нашей все будет закручено. И оно так и произошло. Потому что не просто же так, да, мы с нее получаем доход. Нет, мы еще должны делать какие-то побочные или главные квесты, связанные именно вот с ней. Ладно, фиг с ним. Проведем крысиный бега. Надеюсь, что змей порадуется за это дело. Так, ну что, я готов. Крысиный бега. Проводим. И все, что ли? Крыса там бегает. Так. Крысиный бега. Я получил достижение. Вернитесь к змею. То есть, ты прикинь, даже если бы я успел, да, прибежать к змею, он бы мне сказал, парень, меня не колышет, что ты поставил стол. Ты же еще должен провести их. Так что, чему быть, тому не миновать. А что мы можем здесь? Только лишь стеллаж поставить. Так, у нас с вами ягодная брага, крепкий алкоголь и немножко пиваса. Немножко пиваса. Я тебе хочу сказать одно, что все закручено на алкоголе. Эти, кстати, луковые колечки вообще никак не уходят у нас. Они не продаются, никто их не хочет брать. Зачем они у меня там лежат, я ума не приложу. Если бы я знал бы, что от них никакого толка, я бы даже не заморачивался бы. Но я-то хотел как лучше. Что они там пивасы? Как говорится, на пустой желудок пьют. То ли дело с луковыми колечками, с рыбой. Может быть, рубу им нужно наловить. Но я не буду заморачиваться с рыбалкой. Я ее почему-то, ребята, терпеть не могу. Так, яблочная брага. Мы получили с вами 10 бутылок. Так, кружку пива. И что мы можем создать? Мы можем создать с вами... Вот мне бы знать, что лучше. Пиво все-таки или медовуха. Если медовуха, например, больше бы приносила нам дохода, то, конечно, бы я делал именно ее. Так, 5 бутылок крепкого-крепкого алкоголя сделаем. Здесь ничего я сделать не могу. Здесь тоже ничего. У меня такое впечатление, что чего-то у меня не хватает. У меня все здесь сделано? Давай проверим. Так, винный пресс есть. Винный пресс есть. Так, бочка для брожения есть. Пивоварня. Пивоварня у меня есть. Вот она, пивоварится. Винные бочки есть. И дистиллятор алкоголя тоже есть. То есть у меня все построено. Но куда вот этот парень винишко припрятал? Он же делал вино. Куда ты, охламон? Неужели высосал, а? Нет, ребята, вот он. Алкоголик как раз здесь. И это меня уже радует. Так, я возьму с вами комбо-молитву, потому что скоро будет у нас молитвенный день. Надо будет немножко заработать на этом денечке. Так, ну что, крысиные бега. Ладно, хорошо. А нам нужно с вами будет копить, опять же, две звезды для того, чтобы... Даже три звезды для того, чтобы провести бега крысиные. Мясом я не хочу, ребят, заморачиваться. Видите, у нас, да? Печать есть. Помните? Мы с вами делаем посылки из мяса. Из человеческого мяса, елки-палки. Которые продаем харадрику. Меня только одна мысль об этом пугает уже. Ты представляешь, что приходишь в бар. Дайте мне, пожалуйста, стейк там какой-нибудь, да? Ну, в ресторан. Дайте мне какой-нибудь там стейк слабой прожарки, там, медиум, да? Тебе приносят. О, как великолепно. Елки-палки, а это человечина. Фух. Ужас какой-то. Какие мысли у меня в голове. Господи. Так, ну что. У нас всяких историй. Куча целая. Так. Красное вино. Сколько оно стоит? Как бы узнать, ребята, о расценке на алкоголь? Вот это было бы для меня, конечно, вообще эффективно. Ты приходишь, да, и смотришь, например, бутылка алкоголя стоит столько-то и дает столько-то репутации, да? Можно было бы уже делать какой-то определенный расчет. Но тут же непонятно. Вот я сейчас, например, выложу вот этот вот красный винишко. Сколько оно дает репутации? Не знаю. Может быть, на нем написано? Нет, ребята, ничего не написано. Просто это преиспользование не дает столько-то энергии и столько-то здоровья. Все. Сколько репутации за проданную бутылку? Догадывайся сам. Может быть, там рандомно. Все зависит от того, сколько у тебя народу будет в помещении. Но алкоголь у нас улетает только на ура. Так. Давай выложим. Пивасик выложим. Пивасик не вмещается. Сюда, кстати, можно стеллажей целую кучу понаставить, я думаю. Вот так вот. Что там у нас? День молитвины еще? Нет, еще не настал. Будет через эту ночку. Так. Ребята, у нас, как видите, одна звезда всего лишь. Восемь серебра я заработал. Все. Этого мало. Этого мало, ребята. Так. Ну что же. У нас остается с вами только лишь песня Шармель. Ну, это еще не скоро будет. Очень не скоро. Когда я там заработаю эти три звездочки? Фиг его знает. Есть только побегать здесь где-нибудь поблизости до ягод поворовать. Так. Это кто у нас? А что интересно звездочет? С ним будет связано какое-нибудь задание? Кто-нибудь знает? Я больше чем уверен, что кто-нибудь уже прошел эту игру. Наверняка на ютубе есть полное прохождение. Но я этим не занимаюсь. Если честно, я не люблю смотреть, знать, какие-то там секреты, фигеты. Все прохожу сам. Так. Деревня в безопасности. Да, это понятно. И, кстати, мало того, что... Оп, ягодки. Мало того, что, ребята, у нас там мост сломанный, да? Который, я не знаю, починим мы когда-нибудь или нет. Но здесь же еще есть застава, через которую нас с вами не пропускают. Помните, когда я получил гражданство? Это еще в первых самых там видосиках. Когда мне дали бумагу определенную, с помощью которой я мог пройти вот здесь. Но меня тут ударила молния, и мой герой почему-то погиб. Вот сюда-то я не могу пройти. А мне очень интересно знать, что там находится. Видишь? Проход в город закрыт. Вам нужен пропуск в город. Видишь? А этого пропуска я больше нигде достать не могу. Он всего лишь один раз давался мне. Понимаешь? И вот мне интересно теперь. Смогу ли я вообще попасть в этот город? И будет ли он вообще в этой игре? Или это так просто? Ну, знаешь, как бы... Просто локация есть сама по себе, существует. А никакого города там нет. А было бы вообще великолепно. Если бы мы вот, например, с этой деревней могли бы выходить в город. Ну, и заниматься глобальной торговлей. И покупать там намного лучше вещи и продавать. В этой деревне хоть она и хороша сама по себе. Но нет того, чего мне нужно. Очень мало семян здесь продается. Очень мало. Там 10 штучек. 15. Маловато. А нужно там по 30-40. Вот, сейчас мы с вами заодно сходим, знаете, куда? Мы сейчас сходим с вами на нашу виноградную, как сказать, пасеку. Пасеку виноградную. Ох, виноградик-то созрел, ребята. Созрел виноградик. Так, а что это у него тут написано? Коробка переполнена. Здесь, что ли, ты имеешь в виду, парень? Или что у тебя? Погоди, я не врубился. Виноград. Хм. Так, у меня инвентарь нормально. Можно собирать смело. Сейчас я, друзья мои, насобираю здесь винограда. Весь буду собирать. Да какой создать? Мне не надо создать, мне надо собрать. Ты собирать... Подожди, ребят. Ха. А, я, кажется, врубился, что нужно. Наверное, ему не хватает места. Да? Ну, проверим. Так, ты куда понесся, парень? Проследить, что ли, за ним? Куда он понесся, мне скажи? Ну, явно не сюда ведь. Да? Кстати, пчелу нужно, наверное, вот эту одну забрать. Мне как раз одной пчелы не хватает, чтобы сделать еще один улей. Куда он там потащил-то, главное, а? Слушай, мне интересно, куда понес этот носитель виноград мой? Ладно. Пока об этом не буду думать. Буду собирать свой виноград и заодно сразу же... Подожди-ка, я ведь могу через тебя, да, братишка? Могу ведь через тебя? Могу. Засаживай. Работает парень. Правда, виноград-то фуфловенький у нас. Бронзовая звезда. То есть, низший сорт. Соответственно, и прибыль будет не ахти. Даже серебряное, ребята, винишко не так себе окупает. Самый смак, это, конечно же, золотое. Золотое вино, знаешь, это как вот... Вот, вот оно. Это изыски. Что, ты хочешь сказать, что ты мне отнес партию, что ли, парень? Уже пришел, сидит там довольный. Куда ж ты, интересно, мне там отнес это все дело, а? Вот что меня интересует. Так, ничего не хватает? Нет, хватает. Все, ребят, по-моему, вино... Ой, вино, виноград я весь посадил, да? Все семена в данный момент истратил. Да, получается так. И самое интересное, куда он мне отнес мой виноград. Он пошел вот по этой дорожке, да? Через, наверное, вот этот мостик прошел. Пошел, наверное, ко мне домой. Может быть, скорее всего. Вот сюда он зашел. И начал рыскать у меня... По моим сундукам. Но я здесь ничего не вижу. Поэтому мои догадки... Просто предположительные. Необоснованные. Так, смотри-ка, ребят, по-моему... По-моему, он сюда выложил виноград. Сейчас мы кое-что с вами проверим. Так, я забрал весь виноград, который у меня там был. И посмотрим, сможем ли мы... Ты стой, ты... Тебе на корень. Создадим. Воу. Так, давай-ка, 40 бутылочек серебряного винишка нам заваргань, пожалуйста, зомбик. От души тебя прошу. Так, а этот у нас стоит. Не хочет пивасик даже делать, а? Смотри на него. Ммм, кружка пива. Слушай, если у нас будет с вами золотой хмель, да? Мы лучше закажем с вами золотое пиво. Репутация пойдет в гору. А для того, чтобы получить золотой хмель... Кстати, секунду. Я хотел про пчелку пройду, да? У меня должно быть 9 пчел. 9. Я заберу вот эту вот пчелу. И там что-то нужно будет еще, какие-то ингредиенты. Сейчас проверим. Сходим на пасеку. Она здесь, ребят, недалеко. Я надеюсь, вас не утомляет вот это вот мое брождение туда-сюда. Потому что здесь очень, ребята, много надо ходить, бегать. Зомби бегают. Это, кстати, древесину мне таскает. Я уже его прошмонал, так скажем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Летучки, как говорится, пошли прочь, не трогать меня. А вот ягодки, это наши, ребят, с вами лакомства. Ягодки, это не только живительный сок, но еще и великолепная брашка. Елки-палки. Так, ну что, давай посмотрим. Для того, чтобы сделать нам улей, нам нужно 6 гвоздей и 4 доски. 6 гвоздей и 4 доски. Запомнили? Если что, подскажете мне. Мышки, не трогайте меня. Так, доски и гвозди. Сейчас мы сделаем с вами еще один улей. А улей что нам дает? Мед, соты. Ну и может, наверное, дать еще одну пчелку нам. Так, доски должны быть у нас вот здесь. Так, доски я вижу. Возьмем досочек побольше и возьмем... С гвоздями опять проблема, да? Опять их не найти. Да мне кажется, их быстрее сделать, чем искать их тут. Да, я лучше сделаю. Знаете почему, ребята? Мы с вами заодно энергию потратим, да? И потом кимарнем, и минус еще один день будет. А это хорошо. Когда следующий день наступит, мы с вами помолимся. Я пойду опять кимарну. Но вот успеем ли... А, нет, мы шармель не будем с вами вызывать. Хотя, если репутация накопится... А она вряд ли накопится. Мышки пошли отсюда прочь. Не трогать меня. Летают здесь. Думают, я беззащитный такой. Конечно. У меня меч в руках. Меч-кладенец. А вот улей это прекрасно. Смотрите, ребята, сколько здесь можно этих улей понатыкать. Ух. Это было бы круто на самом деле. Когда у меня вся пасека бы здесь была бы. Так, ну давай посмотрим, что мы можем с вами отсюда получить. Ну, естественно, мед. Да, мед и пчелиный воск. А пчелку саму почему-то мне не дают. Ну-ка, давай-ка триханем, как говорится, вот это дерево. Ну что, вот у нас и настал день молитвы. День молитвы. Молитва у меня с собой. Также у меня пивасик. Очень много яблочной браги. И, кстати, виноград нужно лишний выложить. Причем самое интересное, да? Виноград наш, наш виноград, он не портится. А в зомби, которые у нас валяются в морге, они почему-то портятся. Удивительно. Так. Что-нибудь тут сварганилось у нас? Сварганилось, я вижу. Так, ну что, выложим, наверное, мы соты, чтобы они мне не мешали. Хлеб этот зачем-то таскаю с собой. Для чего, сам не знаю. Доски, вот это вот все нужно выкладывать. И, конечно же, воду я тоже выложу здесь. Зачем она мне нужна там в дальнейшем? Она мне не пригодится. Так, выкладываем. Слушай-ка, виноград... А я ведь мог сделать золотой виноград, или нет? А, 60 нужно. Все, я понял. Мне не хватило бы. Слушай-ка, ну ведь я могу, по-моему, сам себе сделать. Ну-ка, давай-ка глянем на винном прессе. Ну, конечно, я могу себе сделать ведро. А если мы возьмем золотое? Ну-ка. Ой. Твой уже налево. Ладно, хорошо, давай. Сделаем. Так, создать. Ну-ка, сколько мы с вами можем заварганить золотых-то? Так, давай еще надавим. Так, четко. Еще хватит нам? Ух. Еще, ребята, одно... Чего не хватает? Энергии не хватает, ладно. Я, ребята, отдохну. Кимарнем с вами маленечко, да? И пойдем сделаем молитву. Потом опять же надавим вино. Поставим там это все на брожение, там куда там надо, да? Чтобы у нас делалось уже винишко, золотое винишко. А из золотого вина... Слушай, я не видел, чтобы крепкий алкоголь различался по звездам. Или я был не очень внимательным. Там есть у алкоголя звездность или же нету? Проверим. После молитвы. После молитвы мы все это с вами, ребята, узнаем. Ах, какое красивое у меня, ребята, кладбище, да? Как замечательно. Ребята, если бы вы знали, сколько мне сил понадобилось, чтобы вот это вот все сделать. Вам лучше не знать. Лучше вам этого не знать. Так, итак, по поводу собора. Что? У нас новенького что-нибудь появилось здесь? Нет, ничего. Все по-старенькому. Это обалдеть. А я не помню, как они вокруг вот этого кладбища сделали офигенный акцент. Потому что для того, чтобы я стал вот этим вот церковником, да? Помимо того, что еще смотритель кладбища, мне нужна была офигенная репутация. Поэтому я здесь все, все вылезал, каждый светильничек, все окна, все понатыкал. Ребята, что только можно было для этой самой репутации. Так, хорошо, отлично, все довольны, ребята. Мы с вами получаем целую кучу веры. Ну и, конечно же, пожертвования. В данный момент весь мой доход, вот именно сейчас в DLC, да, идет только от пожертвований. Раньше я продавал вино. Сейчас, как видите, у меня мое же вино идет для моей же таверны. Но по доходам, я тебе скажу, это, ну, вообще ни о чем. То есть я им даю такое офигительное винтишко, а мне дают какие-то копейки. Раньше я, по-моему, 10 бутылок продавал за 1 золотой. 10 бутылок золотого вина я продавал за 1 золотую монету. По-моему, так, если я, ребята, что-то не путаю. Расценки, знаете ли, расценки. Так, ну что, давайте дальше дожимать наше вино. Так, я могу еще вот так и ведро яблочного сока заварганить. Так, что еще? Давай проверим, могу ли я сделать здесь? Могу. Причем 2 ведра. 2 ведра мы с вами сделаем. Почему главное по одному? Вот везде можно сделать, чтобы 2 сразу же создавалось, да? А тут нифига. Хотя бы зомби пресс какой-нибудь был бы. Было бы вообще великолепно все. Так, ну что, у нас с вами есть сок. Вот смотри, алкоголь. Ведь нету, да, никакого отличия. Крепкий алкоголь. Хотя вот этот, наверное, алкоголь делается, если он делается из золотого, наверное, он и круче. Скорее всего, так. А этот у нас получается, ну, вообще ни о чем. Просто алкоголь. Поэтому, видимо, ребята, у нас и репутация медленно с вами идет. Я продаю, вроде бы, да, алкоголь в массовых таких масштабах, но прибавки-то не получаю никакой. Скорее всего, именно от этого все зависит. Ладно, мы будем с вами это дело поправлять. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут получается. Ага. Во. Создать. Так, это у нас золотое будет винишко, да, делается? Золотое. Хорошо. Излишки мы с вами оставляем вот здесь. Излишки всего абсолютно. Всех этих ведер, виноградных лос, ягод. Так, мед мне тоже не нужен. Зачем я с ним таскать? Гвозди я тоже выкладываю. Так, и... В принципе, молитву я тоже выложу. Чего я с ним бегать буду? И Веру. Нет, Вера пускай будет. И листовки. Вера и листовки нам пригодятся, когда мы будем с вами звать Шармель. Когда это будет, я правда не знаю. Хотелось бы, чтобы это было на следующий день. Потому что, как видите, у меня подходит. Подходит времечко. Именно для ее пения. А репутация там, наверное, у нас пока вообще ни о чем. Ну, я сбегаю с вашего позволения и гляну. А потом... Ой-ой-ой, еще полнедельки ждать. Но это уже как-то тешит меня. Полнедельки подождем. Змей придет. Надеюсь, амулет он сразу стырит. И не надо мне будет ждать целую неделю, пока он опять там появится. Так, алкоголь мы с вами выкладываем. Не так уж, конечно, и много его здесь, но все-таки. Так. И посмотрим на репутацию. Да, ребята, одна звездочка, как и была. Как и была. Плохо. О, неужели, ребята, ты посмотри. Это, видимо, винишко продалось. Смотри-ка. Один золотой. Это рекорд, елки-палки. Мне вот интересно знать. Расскажи ко мне о палетах. Так, покажи мне своими. Может быть, ему сюда эти колечки луковые дать? Он типа, знаешь как, наливает вино, да? И колечки эти продает. Но мы, по-моему, так уже с вами делали. Никакого эффекта не было. Так, ну что, друзья, Шармель, короче, у нас в пролете со своим пением. И я пошел, полетел даже, скажем так, домой. Полетел домой для того, чтобы дождаться вот этого вот дня. Ну, а в этот момент я буду что-нибудь там рубить, пилить. Короче, увидимся с вами на день змея. Ну что, друзья мои, вот и настал тот день, когда мы с вами придем к змею, да? И попросим его выкрасть амулет на этот раз. Я надеюсь, он согласится. Потому что крысиные бега мы ему устроили, да? Как говорится, долг платежом красен. Главное, чтобы он был уже на месте. Ну-ка себе проверим. Ну, в принципе, уже денек, да? И он должен стоять здесь. Ты... Ага, вот он. Я уж хотел сказать, смотри-ка, нет его. Так, о крысиных бегах. Ну? Змей, крысиные бега я организовал. Что теперь скажешь? Знаю, мои культисты уже проиграли все свои деньги, болваны. Вот твой амулет, как и договаривались. Выглядишь больным, что-то случилось? Беговые крысы смотрителя маяка покусали меня, пока воровал. Черт, как болит. Может, я могу чем-то помочь тебе? Тебе срочно нужен укол. Укол? Хочешь ссупить меня, как собаку? Забирай проклятый амулет и уходи, пока я добрый. Хе-хе-хе. Так, ну что же, ребята. Мы с вами получили амулет. А это говорит о чем? Что мы идем с вами в нашу таверну к супермашине и будем смотреть очередные видосики. Что же там произошло? Так, секунду. У нас с вами амулет древнего бога и кандалы древние. То, что нужно. Так, заберем оставшийся тут алкоголь. И, конечно же, все это пойдет у нас на продажу. Как говорится, ребята, все на продажу. Ни капельки себе в употреблении. Хе-хе, побежали. Сейчас что-нибудь интересное узнаем еще. Хотя, на самом деле, вот все вот эти вот видосики, что нам показывают, я вообще, ребята, не понимаю, в чем там суть. В чем дело вообще? Появился смотритель, да? Его убили еретики. Мы еретикам отомстили, якобы. Их забомбили в ответку. И что же дальше будет? Так, ну, выложим алкоголь весь. Так, кружка медовухи. Так, красное вино. И кружка пива. Как-то так. Ну, давай, Герри, рассказывай нам что-нибудь. Так, отдать амулет древнего бога. Я слышал, ты теперь устраиваешь крысины и бега? Отличная вещь. Может, это поможет культистам топить борщ инквизиторов? Хм. Так, ну, запускай свою машину и давай показывай нам. Высшие жрецы, эм, вы только сильно не расстраивайтесь, но... Деревня разрушена, половина наших в плену. Остальных убили. Мы уже знаем, мой друг. Ступай, отдохни, накорми семью. Что, пусть берет меч и сражается. Мы должны мстить. Клота, милая, к чему теперь? Смотри. Воу. Это же Дик. Дигус. Отца ранили. Кто-нибудь, помогите ему. Харадрик, ба, какой приятный сюрприз. Только прежде чем я вырву тебе глаза и язык, скажи, почему ты это сделал? Из-за чейн. Я люблю ее, но древний бог запрещает. Что? Вот это все из-за любви? Потрясающе. Невероятно. Ха-ха-ха. Даже если так, все напрасно, Харадрик. Чейн схватили и скоро казнят. Позаботьтесь об отце. Дигус, ты ведь спрятал золотые яблоки с дерева мудрости? Три спрятал, еще два не успел. Пришлось съесть. Клот, а он же истекает кровью. Хм, да, Белла. Будет очень неприятно, если Дигус, став друг таким мудрым, умрет. Ха, придумай для нас ритуал, поедатель яблок. Ритуал, который разуму убьет всех наших врагов. Напиши Некромикон, тогда и вылечим. Опачки, Некрономикон они хотят, а? Сделать. Любопытный поворот, кстати, ты ведь не закончил свою историю. Историю? Ха, о портале? В общем, мы искали ключи и помощников около пяти лет. И как нашли? Ну, вроде да, а потом, хм, не помню. Так, ладно, давай-ка дальше смотреть, что там ждет. Отдать древние кандалы. Интересно, кому они принадлежали? Да, мне самому интересно. Скорее всего, одно из бесчисленных жертв и сторонников новой веры. Сейчас посмотрим, кому они принадлежали. Если, конечно, покажут нам. Как я понимаю, Харадрик, ты убил стражу на верхних этажах. Впечатляет. Парни, сбегайте-ка за пивом. На четверых. Че-то мне знакомо это местечко. Похож на мой подвал чем-то. Тебе придется отрубить мне ноги, Кресвальд. Или я иду дальше. Ты не врубаешься, думаешь, Джофф и Люциус не понимают, кто спас Дигуса. Освободи Чейн, они тебя объявят предателем и еретиком. Брат, давай спокойно сядем, выпьем пивка, обсудим все как прежде. Как прежде уже никогда не будет Кресвальд. А, брат. Брат помог бы мне вытащить Чейн. Я так понимаю, он идет освобождать Чейн. Чейн! Угу, вот она. Пташка, родная. Что же они с тобой сделали? Хори, ты? Все уже позади, милая. Ты свободна. Обопрись о мою руку. Помнишь, я обещал, мы вместе, мы сможем быть счастливы. Хори, мне счастливы. О чем ты? Да, да, я понимаю, все пошло черти как, я виноват, но... Но... Все это концов, наша любовь. Это ведь важнее всего. Хори, милый, оглянись. О чем ты? Какая любовь? Целый мир разрушен? Да будь она трижды проклята, такая любовь. Прости меня, родной, но я не могу. А, все напрасно, все напрасно, получается. Печально, хотя и логично. Но ты вспомнил что-то еще? О да, смотритель попросил портал вернуть его домой. А потом бум! Черт возьми, смотритель мертв, остальные мертвы. Может он неверно сформулировал свое желание или что-то еще? В конце концов, мужик с красным глазом нашел меня и забрал. Вот и все, что я помню. Потрясающе. Ладно, давай вернемся к нашим заботам. Древняя кирка и... Принадлежит куколу. Еще нам понадобятся древние ключи от тюрьмы. Они в доме Адама, я прав? Обалдеть, как быстро ты понял. Куда смотреть и что читать? Дай взглянуть. Черт, чернила расплылись. А машина, говорит, на Ведьминой горе. Попробуй там покопать. Хм. Так, ребят, ну у нас два новых испытания. Кукол. Кто такой кукол? Персонажи. Кукол это, по-моему, такой вот горбун, если я не путаю ничего. Кукол. Кукол. Преданный слуга семьи лорда Командера, да? Слушай, а он же, по-моему... Блин, а он появляется вроде бы как ночью. Ночью еще и в определенном месте. Будь он не ладен, а... Так, сколько тут? До сих пор еще одна звезда. Значит так, я, ребята, отправляюсь. Так, алхимический рецепт. Так, создать эликсир ярости. Понятно. Я лечу, ребята, в милый дом для того, чтобы сходить на ведьмину гору и поискать один из артефактов. Хорошо, но где мне потом искать кукла этого? Он же там шныряет по ночам где-то. А где, я вот, честно говоря, и не помню. Ладно. Вики нам, как говорится, в помощь. Узнаем. Рано или поздно. Так, у кукол там что-то находится, да? И вот здесь вот на ведьминой горе мы с вами должны что-то покопать и что-то найти. Сейчас будем рыскать, смотреть. Хм. Что же тут может такое лежать? Вот она, ведьмина гора. Я пока здесь ничего не вижу. Надеюсь, это... Нет, это просто так. Ага, нашел кое-что, ребята. Давайте порыскаем. Так, глиняный горшок со смолой. Это разве то, что нам нужно? Ну, скорее всего, потому что... Другого здесь ничего нету. Так, поднимемся вот сюда, посмотрим. Так, дальше мне не пройти. Ну, ладно, ребят, предположим, мы с вами нашли один из артефактов, да? Кстати, нам нужно было выложить амулеты и кандалы. А я это сделать забыл. Здесь вряд ли мы что-то тоже найдем, хотя оглядеться не помешает. Да, здесь ничего нету. Хм. Слушай, а кукол у нас, персонажи, в какой день появляется? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. В любой. Значит, в любую ночь я могу его найти. Это у нас горбун своего рода. Маленький такой, пройдоха. Ладно, он от нас никуда не денется, друзья. Ну, а мы, наверное, с вами будем закругляться, да? Обязательно продолжим, но это будет уже в следующей серии. Так что, друзья, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok